Продолжение следует... Но как он появился? И что осталось после? Поверьте, дело очень интересное. Итак, утром 17 августа 2017 года автоматические системы на одном из двух детекторов гравитационно-волновой обсерватории ЛИГО зарегистрировали приход гравитационной волны, свидетельствующей о каком-то грандиозном космическом событии, сопровождающемся выбросом огромного количества энергии, сигнал получил обозначение JW170817. Это был уже пятый случай фиксации гравитационных волн с 2015 года, с момента, когда они были впервые зарегистрированы. Всего за три дня до этого обсерватория ЛИГО впервые услышала гравитационную волну вместе с европейским проектом ВИРГО. Однако в этот раз уже через две секунды после гравитационного события космический телескоп Ферми зафиксировал вспышку гамма-излучения на южном небе. Почти в тот же момент вспышку увидела европейская российская космическая обсерватория «Энтеграл». Что же это было? Очевидно, что случайное совпадение этих двух событий крайне маловероятно. И это действительно так. Поскольку в ходе поиска дополнительной информации было обнаружено, что гравитационную волну увидел и второй детектор ЛИГО. Но не зафиксировала европейская гравитационная обсерватория ВИРГО. Астрономы всего мира были в недоумении. Охоту на источник гравитационных волн и гамма-всплеска начали множество обсерваторий. В том числе Европейская Южная обсерватория и космический телескоп Хаббл. Задача была непростой. Комбинированные данные четырех обсерваторий позволили очертить область площадью в 35 квадратных градусов. Это примерная площадь нескольких сотен лунных дисков. Только через 11 часов небольшой телескоп Хаббл с метровым зеркалом, находящийся в Чили, сделал первый снимок предполагаемого источника. Он выглядел как очень яркая звезда рядом с эллиптической галактикой NGC 4993 в созвездии Гидры. В течение последующих пяти дней яркость источника упала в 20 раз, а цвет постепенно смещался от синего к красному. Все это время за объектом наблюдали множество телескопов в диапазонах от рентгеновского до инфракрасного, пока в сентябре галактика не оказалась слишком близко к Солнцу и стала недоступна для наблюдений. Оценки расстояния до объекта, полученные как из гравитационно-волновых данных, так и из других наблюдений, дали согласующиеся результаты. JW 170817 находится на том же расстоянии от Земли, что и галактика, то есть в 130 миллионов световых лет. Да, это очень далеко. Однако это ближайший к нам из всех обнаруженных источников гравитационных волн и один из ближайших когда-либо наблюдавшихся источников гамма-всплесков. А источником волны было слияние двух объектов с массами в диапазоне от 1,1 до 1,6 масс Солнца. Это могли быть только нейтронные звезды. Нейтронная звезда. Очень быстро вращающееся тело, оставшееся после взрыва сверхновой звезды. При диаметре 20 километров это тело имеет массу сравнимую с Солнечной. Один грамм нейтронной звезды весел бы в земных условиях более 500 миллионов тонн. Такая огромная плотность возникает от вдавливания электронов в ядра, от чего они объединяются с протонами и образуют нейтроны. По сути, нейтронные звезды по свойствам, включая плотность и состав, очень похожи на атомные ядра. Но есть существенная разница. В ядрах нуклоны притягивают сильное взаимодействие, а в звездах – сила гравитации. Состав этих объектов по понятным причинам изучен пока только в теории и математических расчетах. Однако известно уже многое. Как и следует из названия, состоят они преимущественно из плотно упакованных нейтронов. Атмосфера нейтронной звезды имеет толщину всего несколько сантиметров, но в ней сосредоточены все ее тепловые излучения. За атмосферой находится кора, состоящая из плотно упакованных ионов и электронов. В середине находится ядро, состоящее из нейтронов. Ближе к центру достигается максимальная плотность вещества, которая в 15 раз больше ядерной. Нейтронные звезды – самые плотные объекты во Вселенной. Если попытаться и далее увеличивать плотность вещества, произойдет коллапс, черная дыру или образуется кварковая звезда. Но что же произошло дальше? Давайте вернемся к расследованию. Сам всплеск звучал очень долго – около 100 секунд. К сведению, слияние черных дыр давали всплески длительностью в доли секунды. Так вот, пара нейтронных звезд вращалась вокруг общего центра масс, постепенно теряя энергию в виде гравитационных волн и сближаясь. Когда расстояние между ними сократилось до 300 километров, гравитационные волны стали достаточно мощными, чтобы попасть в зону чувствительности гравитационных детекторов. В момент слияния двух нейтронных звезд в один компактный объект происходит мощнейшая вспышка гамма-излучения. Такие гамма-вспышки астрономы называют короткими гамма-всплесками. Кстати, гамма-телескопы фиксируют их примерно раз в неделю. Если природа длинных гамма-всплесков более понятна, то единства мнений насчет источников коротких всплесков не было. Существовала гипотеза, что их порождает слияние нейтронных звезд. Долгое время считалось, что короткие гамма-всплески порождают слияние нейтронных звезд. Теперь, благодаря новым данным об этом событии, у нас есть ответ. Гравитационные волны говорят нам, что слившиеся объекты имели массы, соответствующие нейтронным звездам. А гамма-всплеска говорит, что эти объекты вряд ли могли быть черными дырями, поскольку столкновение черных дыр не должно порождать излучение. Кроме того, астрономы впервые получили однозначное подтверждение существования макроновых вспышек, которые примерно в тысячу раз мощнее вспышек обычных и новых. При этом цвет макроновой вспышки меняется от ярко-голубого к красному. Интересно и то, что астрономы смогли впервые наблюдать не только рождение макроновой вспышки, но и продукты ее работы. Спектры, полученные при помощи телескопа Хаббл и ВЛТ, показали наличие цезия, телура, золота, платины и других тяжелых элементов, разлетающихся со скоростью в одну пятую скорости света, быстрее, чем при любом другом звездном взрыве. К сведению, это очень важные элементы для постройки целых миров во Вселенной. Но это не все. На данный момент радиоинтерферометр зафиксировал нечто очень странное. Спустя некоторое время после слияния звезд, была обнаружена область, испускающую радиоизлучение, и она перемещалась столь быстро, что ее можно было объяснить сверхбыстрой струей плазмы. Сейчас остаток нейтронной звезды окружает плотный кокон из раскаленного газа, которым столкнулись пучки плазмы, выброшенные во время слияния этих объектов. Это столкновение сболтало газ и разогнало его до примерно 50% скорости света, заставив светиться. Существование горячего газового кокона хорошо объясняет многие особенности слияния. Например, в какой последовательности будут наблюдаться последствия вспышки в разных диапазонах электромагнитного спектра, а также то, что этот объект будет становиться все более ярким в радиоволнах. Что же осталось после слияния нейтронных звезд? Это может быть как черная дыра, так и новая нейтронная звезда. В любом случае, это относительно подробное слияние нейтронных звезд стало первым в истории макроновой вспышкой, при которой было обнаружено сразу несколько феноменов. Гравитационные волны, электромагнитные волны, включая гамма-лучи, рентгеновские лучи, видимый свет и радиоволны. Проще говоря, это был взрыв праздничной петарды вселенских масштабов, который наблюдали все жители ближайших миров, включая наш. Надеюсь, вам было интересно наше расследование. Обязательно поддержите нас лайком и на патреоне, где вас ожидают дополнительные материалы. Поверьте, это очень помогает развитию нашего канала. А в заключение предлагаю вам кое-что очень интересное. Собственно, прослушать тот самый сигнал нейтронной звезды, JW-170817, но только преобразованный в звук. Это удивительное явление, которое продлилось в 30 раз дольше, чем любой предыдущий сигнал гравитационной волны за всю историю исследований. Продолжение следует... Продолжение следует...